Ссылка на донейт в описании Труд освобождает Эта фраза была на воротах Освенцима и других концлагерей, ставших синонимами жестокости нацизма Воплощенный в металле, лозунг по-прежнему встречает посетителей мемориала на окраине немецкого города Араньенбург, расположенного в 50 километрах от Берлина С 1936 по 1945 год за воротами башни А начиналась территория концлагеря Заксенхаузен Заксенхаузен, как и другие концлагеря, был с самого начала местом, в котором убивали людей, в котором люди были вынуждены ежедневно бояться за свою жизнь Заксенхаузен построили по специальному проекту На территории концлагеря находилось 68 бараков Планировка комплекса напоминала треугольные вензели, главный символ и знак отличия заключенных По цвету нашивки на робе можно было определить, какому из 18 типов врагов нацистского рейха принадлежал гузник концлагеря Сюда же относились и другие категории людей, которые хотели исключить из арийского общества Асоциальные элементы, свидетели еговых, гомосексуалы, которых содержали в лагерях в изоляции и принуждали к работе И в конце концов приговаривали к смерти Были в Заксенхаузене и своим мусульмане, вернее, мусульманнар или мусульмен Так на лагерном жаргоне называли тех узников, которые, не выдержав издевательств, теряли связь с миром и находились в полном отрешении Если они еще могли передвигаться, то делали это медленно, не сгибая колени Глядя на них со стороны, создавалось впечатление, будто это люди, совершающие намаз Образ и послужил основанием, что мусульманнар стали называть тех, кто смиренно умирал от голода и холода Но если смирение настоящих мусульман заключается в сознательной убежденности в том, что воля Аллаха проявляется в каждую секунду и в каждом событии То у мусульманнар смирение было другого рода, с утраченной волей и сознанием Сломленные, безразличные, истощенные, они были на пороге смерти Причин смерти в лагерях было множество Заключенных могли убить или запытать до смерти охранники Солдаты СС не несли никакой ответственности за убийство Мусульманнар в лагерном понимании этого слова мог стать любой заключенный Вне зависимости от веры и национального происхождения В воспоминаниях выживших говорилось Никто не испытывал к ним симпатии Другие узники, которые постоянно боялись за свою жизнь Даже не считали их достойными своего взгляда Для тех же, кто сотрудничал с охраной Мусульманнар были источником злобы и беспокойства Для охранников лагеря, эсэсовцев Они являлись просто бесполезным мусором Все хотели бы избавиться от них Каждый по-своему Система обучения рекрутеров эсэс Была направлена на безусловное подчинение И готовность выполнять любые приказы Обращаясь к противникам с максимальной жестокостью Эсэсовцы, которые выполняли приказы беспрекословно Получали поддержку комендатуры лагеря И могли построить карьеру в лагерной системе С 1942 года убийство заключенных поставили на поток Для этого построили специальный комплекс Станцию Z В траншее оборудовали тир для отстрела узников Здесь же стояла виселица Палачи могли спокойно и в тепле совершать свои злодеяния Была своя газовая камера Зона для фальшивых медосмотров Во время которых жертв отстреливали по одиночке Чтобы не было паники Жертвы массовых убийств не должны были знать о времени Своей смерти Поэтому им врали о медицинском обследовании И просили снять одежду И прислониться к прибору для замера роста В стене, затылком которой стояли заключенные Было отверстие Солдаты могли стрелять из соседнего помещения в голову Таким образом можно было быстро совершать массовые убийства Палачи оставались невидимыми для своих жертв Точная статистика по количеству мусульман В Заксенхаузене отсутствует Известно, что за годы нацистского террора В этом концлагере погибло почти 100 тысяч человек 22 апреля 1945 года Советские и польские солдаты освободили Заксенхаузен К этому дню в лагере остались лишь 3 тысячи изнеможденных узников 30 тысяч заключенных гитлеровцы Успели отправить пешими колоннами К Балтийскому морю Пучина должна была поглотить свидетелей Этот марш смерти удалось остановить Воспоминания выживших Смогли обличить преступления Как и вензели Мусульманеры стали символом чудовищного мира Нацистских концлагерей Алексей Попович и Евгений Хороших Наэль Сироздинов Специально для канала Олив. Германия Германия УМЕЩАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ